Друзья, утро, дети ночевали у друзей, там у них есть друг в школе, и у них огромный дом, семья, и вот они иногда приглашают детей там ночевать, у них бассейн, всякие развлечения. Так, с утра мы сейчас поедем на парусный спорт, потому что он или последний день, потом они уезжают и не сможет она больше ходить, поэтому встала рано, пропустить боится. Так, сарафанчик вот такой покажу, купила, такого плана, видите, талия вот здесь идет как под грудью, мне вот нравится, когда так, ну это кого-то ли нету, так вот очень хорошо, такой, знаете, восточного типа, блестящий, понравился мне, блин, надо было еще один купить на продажу, там два их висело, все классные вообще, тут так хорошо все закрывает, золото, золото, видите. Пойдем. Так, друзья, пришла снять, как Неля занимается парусным спортом, она тут деловая такая. Так, чужих детей нельзя снимать, поэтому я только Неля буду. У кого свои лодки? У кого свои лодки? А, ничего себе. Вот туда проходи за ребятами. Ага, вот там, да, можно? А я хочу, давай я тебя поснимаю. Ну просто, они тоже, ну просто, может быть, возможно, кто-то не знает, как вот занимаются. Дети таким спортом, я вон туда пойду, буду сидеть там, смотреть, как они поплывут и купаться буду. Вот видите, что тащат, как, где Неля-то. Сегодня, похоже, погода классная, ветер такой. С мальчиком? Да. Что с этим? Ну, интересно на большом-то тоже. Вон там тоже на большом едут. А ты плавала на большом-то? Ничего себе. Вон там, видите, как лопасти подогнула. Вот это вот тащит, а ничего себе. Нелли, ничего себе. Вообще, Нелли вот на таких, видите, плавала. Вот одна на маленьких. Говорит, как-то поплыва и парус давай крутить, когда еще не сообразишь, что делать-то надо. Ну, когда только начал заниматься, ты же не знаешь. Подловить надо это все. Ветер, как этот парус наводить. И говорит, ее унесло. Она, говорит, не может ничего сделать. Парус крутит. И, представляете, у нее столько усилий было, чтобы его выправить. Ведь она его, представляете, выправила. И приехала. У нее столько эмоций было. Ну, потому что сама справилась. И вот, понравилось ей Филипп. У нас баскетболист. Он просто все время готов на баскетбол ходить. А вот Нелли понравилось. Что-то Филиппа не понравилось, ушел. Так, давайте, давайте, ребята. Давайте. О, мальчик маленький. Впереди тащит. Все, колеса убрала. Представляете, так имеет какую-то вот такую яхту, даже небольшую. И хочешь покататься в выходные, это вот ее переть надо. Тащить, устанавливать, колеса отдельно приделывать, потом убирать, потом накатаешься, уставшие, это все погружать на машину. Конечно, если ты имеешь вот что-то такое, то нужно стоянку иметь, чтобы пришел, все, поехал, или жить, чтобы дом стоял на воде, тогда это не будет так напряжено. А то я иногда смотрю, а то в Америке ведь много, на специальных средствах перевозят вот эти яхты и на машинах сзади прицепляют и едут на озера. Я думаю, ой, это столько волокиты, потом гараж-то все затаскивает. Не знаю, для меня это слишком много работы. Вот, смотрите, Нелюська парус поднимает. Неля сказала, бабуля, только, пожалуйста, не подходи ко мне близко и не говори мне, чтобы я комментировала, что я делаю. Стесняется, видимо, потому что, говорит, мама подошла и начала снимать, у меня спрашивала там что-то, не приходилось, говорит, отвечать, и мне ведь надо готовиться. В общем, запретила, поэтому вот сижу вдалеке, приближаю, отдаляю, мне самой-то интересно. В этот раз тренер Нелин был занят и сопровождал группу вот на маленьких лодочках, и Нелин не досталась. Поедет вот на этом большом каяке или лодке, как ее назвать, и говорит, что на ней неинтересно, потому что она просто плывет, нужно парус там регулировать, и все. Очень просто, она третий раз на нем катается. А на маленькой лодочке, там нужно соображать, парус крутить, она бавандается на воде вправо-влево, и получается, что ты постоянно занят, и в таком движении нужно соображать, куда что повернуть. Вот, и в общем, она немножко расстроилась, потому что, конечно, хотела вот на маленькой лодочке, но вот ее с мальчиком маленьким посадили, мальчику, наверное, лет шесть, и тоже ходит, занимается этим спортом. Ой, водку-то уносит водку у детей-то, еле поймали. Вот с ним поплывут, с тренером. И что, сидеть просто будут? Кто управлять-то будет? Стоит это удовольствие 250 долларов в месяц, два раза в неделю. Пока, Анна-Люсь. Хотела воду вдать, хотела воду дать, думаю, внук их в открытый океан нанесет. Даже страшно, но они же куда уплывают? Далеко вообще-то. Ветер как подует, паруса надует и как понесет, и знаете, это не остановить. Ой, песели, песели, смотрите. Покупаются. Одной породы все, все четыре. Глаза у них голубые, как хаски маленькие. Так, вон, ребята, видите, поплыли на одиночных водочках. Вот так нравится самой управлять. Она, конечно, такая хлюпкая, ну, неустойчивая. Ой-ой-ой. Чуть-чуть ее, прикиньте, ее прямо чуть ли не захлебывает воду. Вот как переборачивается, обалдеть. Вон, что посреди, что делает. Ой, переключили, нет? Интересно. С края на край-то вот так. Перебрасывается. Слушайте, какая она хлюпкая, обалдеть. О, жалко, Аннелли-то. Не сниму вот именно на такой водочке. Смотрите, как ей тяжело управлять. Ее болтает во все стороны. Еще ветер на парус-то должен правильно лечь. Интересно. Видите, она же неустойчивая. Там ведь надо встать, не идти. Обалдеть. Это вообще плывет. Загребает воду. Ну, выправил. Да, на это, это интереснее, конечно. Зато они сели и все. И просто, о, вон че, вон че, посмотрите, что делается. Обалдеть. Первый раз встала. Как купают, как катаются водочками. Вообще, как парусом, спортом занимаются. Никогда не видела. Ой, ну жалко, Нелли, это на такой лодочке. Ой, тут-то все переборачивается. Жилеты у них, естественно. У всех на моторной лодке. Там, вон, видите, что надо делать. Фару смотает туда-сюда, и нужно от него, как вниз падать, отгибаться, чтобы он по голове не ударил. Если его от ветра крутит. Ой, вода какая теплая. Ой, какая теплая. Все, поплыли, поплыли все. Мончо, видите, как его переворачивает? Лодку-то переворачивает. Я прям сама бы с удовольствием попробовала. Такой интересный опыт. Видите? Мотает парус, и нужно пригнуться, чтобы он тебе по голове не ударил. Это же нужно чувствовать, этот баланс, ветер, когда крутанет этот парус, чтобы вовремя присесть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...